Нельзя, кстати, меня бесит, потому что и сказать вообще, что GTA Sample, он другой проект Redfire. Я уже говорил по поводу того, там, проекта Trivent Rolipay, что вот этот вот весь Redfire, вот он-то будет крутым, вот он-то будет классным, или вроде того, и... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вы знаете, записывая видеоролики по GTA Sample на протяжении 600 дней и выкладывая их практически во все эти дни, начинаешь медленно сходить с ума. И даже этот видеоролик, он, вот я его обдумал у себя там в голове, немного думал уже над тем, что тут можно сказать, и понимал, что такое я говорил уже, ну, не один раз. И поэтому вот у меня такое, знаете, сейчас в голове чувство дожавео, что вот я вот то, что сейчас применю к этому проекту от Revent Rolipay, я говорил немного раньше, или немного позже скажу еще вот то же самое. Потому что, ну, это реально, это вот меня немного раздражает, что все в GTA Sample, а в GTA Sample сфере вообще вот везде тут, оно все циклично. И вот это вот, ну, это как нельзя кстати меня бесит, потому что я просто не могу, хочется постоянно сказать что-то новое, что-то вот такое, чего я не говорил до этого, но все сводится к одному. Потому что, ну, а что другое можно сказать? Ну, ладно, я постоянно вот в начале своих видеороликов какую-то, я не знаю, там, то ли мораль толкаю, то ли просто, знаете ли, хронометраж растягиваю, чтобы побольше рекламы ставить, то ли еще вот нечто подобное я делаю, и вот я это делаю каждый ролик свой, и это дежавю, вот это просто, это какой-то дежавю, и этот ролик, это тоже уже дежавю, это уже отблески того, вот, что было раньше, но почему-то все это смотрят, все это поддерживают. Я уже, я не знаю, не сказать, что я пожалел, что вот начал, там, знаете, выпускать тысячу видеороликов по GTA Sample, нет, потому что, ну, в какой-то другой сфере логично, что я бы не заработал столько денег, сколько я могу заработать вот с этим количеством подписчиков в GTA Sample. То есть, ну, в любой другой сфере, в которую я бы не пошел, я бы не смог заработать, только если бы я, там, знаете, не пошел куда-нибудь вот во всю эту сферу онлайн-казино, где нужно оставлять свою реферальную ссылку, и когда по ней люди проебывают, проигрывают, вообще оставляют в казино свои деньги, казино со мной этими самыми деньгами делится, это там реферальная система, аффилейт и там вот все вот это вот прочее говно, вот только там я бы еще, наверное, смог заработать, и вот тут вот можно ли теперь сравнить и сказать вообще, что GTA Sample, он наравне с казино, нет, ладно, это не то, это немного не то, хотя многие, разумеется, подходят ко всей вот этой вот рекламной кампании, рекламной вот этой вот всей системе с точки зрения своего канала, с точки зрения проектов, именно вот таким вот образом, что проект получает какой-то доход, и вот с этого самого дохода он платит, ну, вот деньги, только в казино-то это все фиксировано, а вот на проекте, ну, немного вот оно идет, ну, по-другому, разумеется, есть какие-то грани подобия, но все идет немного вот по другой тропе, по другой вот этой вот всей тропинке, и то есть, ну, ладно, это абсолютно точно не важно. Не так давно, вернее, уже, наверное, достаточно давно, я записывал видеоролики про Ревент Ролиплей, насколько я помню. Было то ли один, то ли два, то ли, возможно, я вообще не записывал ничего про Ревент Ролиплей, однако уже давно, уже, наверное, больше полугода, они планируют открыть какой-то свой, там, новый сервер в GTA Sampi, на который будет подгрузка каких-то вот этих вот всех, там, я не знаю, голосового чата, каких-нибудь моделек, там, я не знаю, модов, вот этих вот всех прочих, то есть, вот как сейчас есть Arizona Launcher, Arizona Airplay, там люди заходят, все это скачивают, все это обновляют, у них там есть голосовый чат, есть там какие-то модельки, есть много всего, и вот, то есть, через все это они играют то же самое, решил сделать Ревент Ролиплей, только, видимо, создать другой проект Redfire, я уже говорил по поводу того, там, приводил всякие, такие, знаете, теории заговора по поводу того, а зачем же нужен весь этот лаунчер, если можно взять какой-нибудь, там, я не знаю, Samp03DL, хотя, разумеется, Samp03DL, или как он там назывался, он уже закрыт, и, насколько я понимаю, вот остались какие-то файлы вот этого вот всего Sampi, а Sampi, ну, как-то не особо функционирует, если нечто подобное вообще возможно сказать по GTA Sampi, потому что он сам по себе уже такой, то ли полумертвец, то ли уже мертвец, потому что, ну, онлайн хоть и держится, хоть и там открываются мобильные проекты, мобильные сервера, вот, опять-таки, открываются эти проекты, которые работают через свои вот эти лаунчеры, тем не менее, все это достаточно сомнительно, и для меня это, ну, не особо понятно, вот для чего все это делать, однако, многие люди говорят, мол, то, что, да нет, да вот это вот проект от Ревент Ролиплей, что вот этот вот весь Redfire, вот он-то будет крутым, вот он-то будет классным, или вроде того, и модельки все эти они подгружают, потому что там, ну, какие-то клиенты Sampi не дают вот нечто подобное сделать, и там и 0.3DL вообще закрыт, и вообще ничего там нету, поэтому заткнись и не мешай вот нам играть на вот этом вот самом проекте. Разумеется, не так давно все-таки чуваки обещали, обещали с Ревент Ролиплей как-то все это тизерили, тизерили, делали там какие-нибудь, я не знаю, видеоролики с тем, что вот, мол, вот у нас скоро все будет, заходите, все делайте, все круто, и прочее, там вот эта вот вся бредятина, которую обычно несут вот эти вот все разработчики, создатели проекта в том, что вот, мы скоро открываемся, у нас амбициозные идеи, у нас крутые цели, у нас вообще, у нас все круто, вот у нас все будет, вот прям, знаете, классно, но вот я уже давно думал, что Ревент Ролиплей умер, у него, разумеется, есть какая-то своя, знаете ли, аудитория, подобно аудитории Advanced Roliplay, которая уже давно играет на Ревент Ролиплей и уходить оттуда никуда не хочет, при том, что всех ютуберов, насколько я понимаю, с Ревент Ролиплей перекупила к себе Аризона, да и на Ревент Ролиплей не сказать, что очень хорошие условия сотрудничества, да и вообще там все не так хорошо, как хотелось бы через несколько месяцев. Разумеется, я сам играл на Ревент Ролиплей, тогда на меня повлияло большое количество факторов, и там реклама от вот этих вот всех GTA-самб-ютуберов, и мой любимый GTA-самб-ютубер Данил Геррера на то время там играл, и вообще там вот все было замечательно, но потом что-то случилось, потом все ютуберы оттуда начали куда-то уходить постоянно, там, я не знаю, задержки были по выплатам, потом там, я не знаю, еще какие-то вещи происходили, и в общем-то Ревент Ролиплей туда куда-то в непонятную клоаку скатился, еще и вся эта, знаете ли, ситуация с Вертейчем, которая тоже непонятная, которая тоже там каких-то особых пояснений не дает, именно поэтому нужно было максимально быстро высказаться про все это, пока всю эту тему там не спустили на тормоза, не замяли, и пока все вот так вот, однако вот открылся этот проект Redfire, но открылся он, как это всегда и бывает, как это обычно бывает, но не безупречно, скажем прямо, даже вот с проблемами, я бы так сказал, потому что люди, которые хотели там поиграть, просто-напросто не могли зайти, видимо клиент не выдержал вот такую вот нагрузку от людей, которые хотели вот туда зайти, там что-то сделать, и вот, ну вот как-то вообще поиграть, и в общем-то не выдержал, все, он такой, и все, и больше ничего с этим самым Redfire, с этим сам Ревентролеплей не случилось, поэтому непонятно чего ожидать. Далее, разумеется, проект закрыт на какую-то там доработку, на все вот эти вот прочие вещи, то есть его там дорабатывают, его будут перевыпускать, там пытаться сделать так, чтобы все вот эти вот файлы игры нормально грузились, и чтобы все у всех было нормально, но, разумеется, я уже как-то оптимистично ко всему этому не настроен, я и до этого-то не думал, что они собираются открываться, я думал, что они там все поговорили, поговорили, что-то поразрабатывали, там вертечь их на деньги всех кинул, и, в общем-то, ну и не кинул, там где-то у них своеобразные терки, может кинул, может не кинул, я не знаю, особо сильно в тему не углублялся, да там и невозможно в нее углубиться, просто потому что, ну, никаких подробностей, они вот не разглашают всего этого дела, как там, что идет, выплачивает вертечь, не выплачивает, да и, в общем-то, как-то так. А с Redfire, ну, непонятно вообще, что делать. Однако, поживем-увидим, как я говорил в каких-то предыдущих своих видеороликах. А я играл на проекте Arizona Rollieplay Phoenix, IP, а также мой никнейм DanteConnor находится в описании. Там же в описании находится мой промокод NOTOXIC54, вводите его, он дает много всяких вещей, возможно, немного всяких вещей, может быть, он вообще ничего не дает. Но вы все-таки попробуйте его ввести. И там же, кстати, в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, туда вы тоже переходите. Там вы тоже со всем этим ознакомливаетесь и, ну, живите в добре, там, согласии, дружбе со всеми своими вот этими вот друзьями, людьми. Да и вообще, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok